Всем привет, ребята! Сегодня мы на экскурсии в городе Саратове. Нахожусь я сейчас на бульваре Героев Отечества. И давайте, наверное, начнем с самого начала. Субтитры делал DimaTorzok Распект Героев Отечества. По идее, вот эта надпись должна здесь как-нибудь, наверное, отражаться, но здесь ничего нет. Ладно, может быть, потом все это восстановят, может быть, сняли. Итак, ну что ж, смотрите, какие здесь виды. На улице, кстати, ребят, сегодня в тени около 35-36 градусов. Сегодня очень жарко и ветрено. И, кстати, время сейчас около 16.00 по местному времени. Саратов от Москвы и от московского времени отличаются на 1 час. Если в Саратове 16.00, значит, в Москве 15.00. Итак, здесь я уже бывал. Бывал около двух раз. И это было вечернее время. Ребят, очень ветрено. Если будет меня слышно, не будет, не знаю, будет это хорошо. Но видите, такой жаркий. Новая получается здесь вот эта вот аллея. Бульвар Героев, как правильно, если его называть. Здесь есть, смотрите, спортивные такие вот площадки. Трава высажена, плитка. Народу сейчас, кстати, можно сказать, практически вообще нет. Потому что жара, будний день, все на работе. К вечеру народ, скорее всего, выходит из своих вот этих вот... Ну, тут еще строится, а здесь уже с этой стороны уже, смотрите, выстроены жилые дома, жилые вот эти вот сектора, микрорайоны. Из этих муравейников, грубо говоря, все повылазивают сюда. Здесь вот что мне нравится, вечерний период времени, откуда я вот начинал снимать. Особенно с той стороны. Там, короче, ребят, честно говоря... Ну, вообще, воздух очень здесь чистый. Это окраина города. Очень, конечно, впечатляет вот этот фонтан. Здесь три фонтана. Здесь продают мороженое, пепси, колу и все такое. Ну, попозже я еще зайду на этот и посмотрю по чертам цены. Ребят, сегодня очень жарко, а здесь, здесь, вот смотрите, здесь, на этом фонтане, особенно в вечернее время, очень людей много фотографируется. Фонтан здесь с разноцветными огнями всякими тут под музыку. Он музыкальный фонтан. В вечернее время, если будет возможность, я приеду сюда и поснимаю как-нибудь в другой день. Здесь очень, вообще, очень большое скопление народу. Здесь, наверное, самая большая точка притяжения молодежи и, ну, вообще, любого населения у этого фонтана. Здесь имеется туалет. Также он платный, туалет стоит 25 рублей. Что интересно, здесь, на самом деле, здесь вот сделали хотя бы один туалет. Вот и платный, но он имеется. Общая протяженность бульвара полтора километра. Здесь плитка, здесь, смотрите, трава. Вообще, нормально сделали. Детская площадка. Очень удобно. Туи, я так понимаю, здесь высажены. Площадка с этой стороны. Здесь уже ребята постарше занимаются. Прыгают. На самокатах катаются. Да, вечернее время. Здесь очень, ребят, много народу. Очень гуляет людей много с собаками. Ну, здесь чисто, гляжу. Здесь вообще, наверное, все-таки здесь убирают. Да, здесь не мусор, вообще ничего нет. Урны все, пустые, лавочки. Где-то, конечно, может быть, и списаны уже. Начинают потихоньку. Ну, бульвар, как я понимаю, с 18-го года вроде бы открыт. Здесь строительство ведется еще многоэтажное. Будущие. Здесь вообще, наверное, будет, если сейчас все здесь застроят, там. Достроят. Тут очень много будет народу. Вдалеке, вот, смотрите, виднеется церковь. Сейчас мы к ней подойдем. Вот в начале, когда я шел к этой церкви, и там более, как бы, оживленное место, все равно в вечернее время. А здесь, как бы, мы уже идем. Вот церковь пройдем сейчас, и это будет половина бульвара. Здесь вечернее время, ребята. Я вообще был впечатлен. Здесь вообще очень красиво. Смотрите, здесь памятник. Здесь мы подойдем. Один и второй памятник. Обязательно посмотрим, что за герои. Тололихин Виктор Васильевич. Дата рождения 18 сентября 1918 года. Погиб Виктор 27 октября 1941 года. Ему было 23 года. Летчик-истребитель, командир эскадрильи, младший лейтенант, герой Советского Союза. Напротив еще один герой. Обязательно посмотрим. Скоморохов Николай Михайлович. Дата рождения 19 мая 1920 года. Дата смерти 14 октября 1994 года. 74 года. Дважды герой Советского Союза. Маршал авиации. Заслуженный военный летчик СССР. Депутат Верховного Совета СССР 6-8 созыва. Здесь также сын земли Саратовской. Не забывший славу предков. Известный советский военачальник. Доктор военных наук. Профессор. Командующий ВВС Киевского военного округа. Начальник Академии ВВС. Имени Юрия Алексеевича Гагарина. Воспитатель и наставник нескольких поколений военных летчиков. Командных кадров вооруженных сил СССР и стран Содружества. Да, ребят, здесь очень, смотрите, городской транспорт ходит. С любой точки города можно подъехать сюда. Это Ленинский район города Саратова. Ну, город очень большой, конечно. Кто знает, тот знает, как добираться. Из далеких крайних, если о районах. Очень далеко ехать. Это кто, если ближайше живет? Здесь, да, вот, смотрите, там вдали еще виднеется какая-то церковь, храм. Здесь очень большой, конечно, строительный вот этот сектор застройки. Пешеходный переход. Что-то я здесь не вижу. Знак имеется, а зебры нет. Здесь также можно снять, прокатиться на самокатах. И здесь, с этой стороны, по телефону можно оплачивать и гонять, рассачивать. Да, здесь, смотрите, как красиво высажены цветы. Не знаю название цветов. Вот храм, ребят. Вот так выглядит около храма территория. Храм святителя Спиридона Тримефундского. Город Саратов открыт ежедневно с 7.00 до 19.00. Высажены деревьев, ребята, высажены цветы. Ну, в храм я заходить, ребят, не буду, потому что я в шортах и шлепках. И будет неправильно, наверное, посещать храм. В такой одежде. Благоустроена территория. Здесь и около храма чисто. Ничего сказать нельзя. Здесь, гляжу, уже плитка немножко отошла. Ну да, наверное, около двух лет, если она отошла плитка все-таки. А так все здесь, смотрите, не асфальт, а везде все в плитке. И храм сначала. Так, и видно, не видно, где стоят маршрутки. Это уже, получается, оконцовка бульвара. Такие вот кадры, ребят. Это храм с противоположной стороны. Ну что ж, давайте теперь пройдемся до фонтана. До второго фонтана. До второго фонтана. До второго фонтана. С обеих сторон аллеи дорожная полоса с этой стороны. Здесь, получается, по центру аллеи и с этой стороны, там, за фонтаном. Тоже автомобиль, их поезжая часть. Получаю, здесь маленькая дорожка, здесь центральная большая дорожка. В этом фонтане купаются, смотрите, ребята. Ночью он освещен и он музыкальный. Также под музыку он функционирует. Сегодня очень жаркая погода, ребят, поэтому все, видать, разрешили детям купаться в фонтанах. А так вот я вечером, когда был здесь, как раз я не видел, чтобы они вечером купались. Да, наверное, зимой здесь очень красиво. Потому что, я так понял, вот эти вот гирлянды. Красивые, конечно, здесь фонари. И вот эти вот оставшиеся, видать, чтобы не снимать гирлянды лишний раз. И зимой здесь не было ни разу. Посетим, конечно, здесь и зимой. Посмотрим, как здесь лежают, разукрашивают зимний период. Вот здесь, смотрите, вон, ребята, видите, бросили уже, видать, отломали общественные тренажеры. Офигеть, вот так вот, ребят, то есть 2-3 года, и все у нас ломается. Дети маленькие, либо некачественно выполнены тренажеры. Ну, как обычно у нас все это ломают, потому что это общественное место. И сами понимаете, наказания за это никакого нет. А когда нет наказания, так и будет все продолжаться. Тем более маленькие дети. Я не думаю, что они сейчас прямо его сломали. Видать, уже было подломлено что-то. Ну, ладно, отвлекаться не будем. Итак, смотрите, здесь получается проезжая часть, дома. В этих домах, вот там вот, встал я снимать, видно будет, не видно. Сетевые магазины, очень удобно, спустился из дома. Взял мороженого, присел на скамейку. Здесь вечером, ребят, мне очень нравится сюда приезжать. Здесь такой воздух вообще в городе, не знаю, ну, я не в центре живу, но тем не менее. Вообще дышать нечем, тем более лет. А здесь, здесь такой воздух. Просто обалдеть, ребят. Здесь, смотрите, тир. Имеется тир. Здесь мороженое, что-то я никого не вижу. Здесь закрыто, к вечеру откроются. Ну, здесь можно на батуте попрыгать, как я понимаю, на детском. Здесь тир, пострелять. Такие вот мини-аттракционы, грубо говоря. Заходите на канал Картошка Шоу. Пять тысяч. Заходите на канал, посмотрите. Вот этот ролик тоже будет. А что вам там сказать? Сейчас? Ну, сейчас я снимаю, вот, парк. Как, что здесь? Заходи на канал, потом увидишь. Картошка Шоу, запомни, и все. Два слова. Так, ребят, здесь у нас тоже вот эти самокаты все. Я никак на них не прокачусь. Там как-то по телефону надо. Все никак я не займусь. Да, здесь, смотрите, ту. И здесь... Ну, вообще, здесь приятно находиться в вечернее время. Сейчас жара, конечно, время уже. Считай, грубо говоря, с 16.00 я здесь нахожусь, пока я здесь сейчас все обошел. Быстрым, конечно, шагом. В вечернее время, не знаю, приеду, не знаю, нет. Время покажет. Но здесь вечером вообще так вот не пройдешь толком. Здесь столько народу. Здесь все, что... То, что удобно здесь, смотрите, дворец водных видов спорта. То есть, ребенок захотел там или взрослый позаниматься. Пожалуйста, из этих домов перешел, грубо говоря. На крайний город, конечно, да, ничего не говорю. Но хоть что-то делается. Сейчас, не знаю, работает, не работает. Смотрите, здесь детская тоже площадка. Детей нету, жарко. К вечеру, я думаю, появится. Итак, здесь, я думаю, комментировать уже нет смысла, ребят. Здесь так все понятно, смыка все четко. Пока не сломали. Так, и вдалеке, ребят, третий фонтан. Заключительный. Не помню, музыкальный он, не музыкальный. В день, конечно, они музыку не включают. В вечернее время те два фонтана вначале освещаются. Продавец. Целый день, представьте, на такой жаре. Градцев, наверное, 35-37 в тени. На солнце больше 40. Я уверен, здесь не то, что тут... С ума сойдешь. Итак, сейчас мы посмотрим, почем здесь мороженое. И приобретем такую жару, конечно, вот что-нибудь холодненькое. Я так понимаю, вот это зеленое киви, да? Давайте яблоко тут мороженое. А там? Да, да, да. Ну, вот это треугольное. И давайте малиновое получается. Яблоко и малина. Клубника малинная. А, клубника, да? Ну, давайте клубнику. Не, но есть. Есть малина? Жема. А что это на белую малина-то? Малина белая? А, вон жема. Батюшки, ну давайте посмотрим, что за малина. Слышка. Обычно малина должна быть, по идее, красная же. Ну, посмотрим. Ага. Все. Ну, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас народу нет пока, да? Сейчас появятся вещи. Ох, как! Заплатил я за рожок 84 рубля. Здесь два сорта. Это яблоко и малина. Бес мороженого составил чуть больше 100 грамм. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, ребят, цены здесь. Здесь все наглядно видно и понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, ступеньки, интересно, сделанные из плитки. Время ближе к вечеру. Запах такой вообще обалденный, ребят. Смотрите, как красиво. Ну, а вначале, когда я пришел, я как раз стоял вот спереди, куда я сейчас и подхожу. Слева и справа имеются вот такие вот беседки, где можно прийти и посидеть, отдохнуть, большой компанией посидеть. Это совершенно бесплатно. Я уже подхожу. Откуда я и начинал снимать. Да, здесь высажены, конечно же, деревья. Я бы это не сказал. Но высажены, гляжу, и рябина, березы. Остальные не знаю, как называется. Клены, наверное. Да, по-моему, вот клены. А так, место здесь впечатляет, конечно. Очень прекрасно сделано. Так что здесь очень приятно находиться и дышать свежим воздухом. Хоть и городским. Ну что же, ребят, на этом все. Кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok